Детское развлечение лазить по деревьям переросло в профессию. Антон Кублицкий – арборист или специалист по уходу за растениями. При нем вместо тяпки и лопаты всегда альпинистское снаряжение. Из классического альпинизма мы используем практически невидоизмененные обвязки, карабины, стропы. А из того, что специфично и только для ухода за деревьями, например, бигшот. Это специальная рогатка для проброса через крону дерева линя. Трос – это единственное, за что может зацепиться арборист. Кошки надевать нельзя. Металлические зубья могут повредить кору. Задача же специалиста – напротив, спасти растения. Дерево, которое дало крен, он подвергнет каблингу. Это система стабилизации крон деревьев. Если дерево имеет аварийный наклон, мы подвязываем данное дерево, тем самым повышаем его ветроустойчивость. Одно дерево у нас является якорным, а другое – непосредственно аварийное, которое мы хотим подвязать. В каком состоянии находится древесина, можно определить при помощи акустического томографа. В ствол вкручиваются саморезы, по ним стучат молотком. Прибор фиксирует скорость прохождения звука. Эти данные и позволяют сделать выводы – повреждено дерево или нет. Если звук проходит плохо, значит ствол прогнил. Его состояние схематично изображено на экране прибора. Зеленый, голубой и розовый цвета сигнализируют о затаившейся угрозе. По такой томограмме мы можем оценить размеры и расположение очага гнили, понять, как внутренний дефект влияет на прочность исследований части ствола и оценить, насколько данное дерево безопасно с учетом выявленных дефектов. Ранее к подобным исследованиям в парке Южной культуры не прибегали. Дендрологи определяли на глаз, угрожает что-то зеленым великанам или нет. Но визуальный осмотр не всегда давал точные данные. Проходишь, смотришь, состояние дерева, где-то начинают опадать листья, подсыхать ветви, появляется, допустим, дуплистость, те же образования грибов на стволе. Это такой, как бы, естественный показатель. Но приборный он точнее. Специалистам предстоит за несколько дней обследовать сразу три величественных гиганта – лириодендроны или тюльпанные деревья, а также сосну. Они растут в парке с момента его основания – 1910-1912 годов. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ.